Теперь мужчина, который как бы все-таки понял, как правильно жить, он решил терпеть на работе, развиваться, тоже дальше идет засада. Он переходит на следующую стадию, становится работоголиком. Ну, нашел себя в работе, начал упахиваться. Дальше отдыха никакого нет. Домой пришел телевизор, потому что сил, воревая сила закончилась. А когда у человека закончилась воевая сила, ему нужно садиться, ну, его психика требует развлечения просто. Развлечение не наполняет человека силой, она просто его успокаивает. Ну, как, допустим, вот у ребенка есть два варианта, допустим, или он сисю сосет, или соску. Когда мамы нет, то соску ему, как бы, он думает, что это сися сосет, а не получает, питания нету от соски. Это просто, ну, как бы, нервы, он успокаивает нервы себе просто, что нет сиси, хотя бы соска. Вот, ну, то есть, другими словами, надо понять вот этот принцип, что мужчина, который сидит перед телевизором вечером и думает, что он отдыхает, это самообман. То есть, отдых всегда бывает только во время аскезы на природе. Если пробежался, допустим, после работы, там, 500 метров, там, километра 2-3-4, ну, не 10, максимум 5 вечером, то потом домой пришел счастливый, наполненный, или в волейбольчик там поиграл с ребятами, еще что-то. Ну, что-то такое двигательное, радостное, и тогда мужчина расслабляется. Но если он сел перед телевизором, думает, что он расслабится, он не расслабится, он просто успокоится, снимет напряжение. Но отдыха не будет. И поэтому психика такого мужчины зажата, в ней нет сил. В результате он не уделяет время жене, не уделяет время детям, потому что нет сил. На жену нужны силы, а ты упахался, сил нет. И тот, который дома сидит, тоже жене и детям времени не уделяет, потому что его рвет на части. Понимаете? Ну, то есть, не может мужчина бездельничать. Его просто начинает орать на всех, там, злиться, выпивать. Ну, то есть, он с ума сходит, потому что у мужчины энергетика, она такая, что она постоянно из него приют энергии. То есть, он не может просто расслабиться. Вот женщина, допустим, дома, ей хорошо, что энергии из нее не прет. Она всю энергию отдает близким людям. Но у мужчины он ничего никому не отдает. Она у него скапливается, ему нужно побеждать всегда. Его энергии на победу направлено. Даже жену, там, детей, ему всех надо побеждать постоянно. Его энергии на победу направлено. И поэтому, если побеждать некого, то он с ума просто сходить начинает. Ну, естественно, отрывается на жене. Ну, то есть, или секс каждый день, или нервы мотать, или... Если жена уже все, у нее уже сил нет терпеть это все, то тогда выпивон пошел. Или еще куда-нибудь гулять. Ну, то есть, мужчина, если он не занят ничем, то он начинает просто деградировать. Вот и все. Ну, а если занят, то опять опасность перенапряжения. То есть, здесь нужно балансировать себя, смотреть за собой, следить. Потому что мужчина думает, что если упахаюсь, то тогда я и смогу быть успешным. Вот это классическая ошибка мужского мышления. Он думает, надо больше работать, еще больше, и тогда успех. А чем больше он работает, тем больше истощение, нервного напряжения, усталости и срыв, в конце концов. Или болезнь тяжелая. Потому что мужчина болеет только в реанимации. У него нет ощущения вообще, что он больной. Мужчина так тело устроено, что он не болеет, он сразу умирает. Или почти умирает. То есть, поэтому женщины, как бы, имейте в виду, что у вас есть три стадии развития болезни. Первая стадия – больна. Вторая стадия – очень больна. Третья – вдова. Мужу мозги вынесло, он умер. Потому что у женщины психика всегда на защиту направлена. Поэтому, если ей плохо, значит, виноват муж по-любому. По-любому. То есть, на защиту психика направлена, поэтому мужик виноват. Ей плохо, мужик виноват. Но он виноват, соответственно, он... Чем больше виноват, тем меньше жить осталось. Ну, такая система. Вот. Ну, то есть, вот на второй стадии развития мужской личности нужно учиться, понять, где же успех. Успех не в том, чтобы упахаться. Хорошо научился работать, любишь трудиться много, хорошо. Теперь научись отдыхать. Научись трудиться в сердце. Научись молитве. Научись на природе двигаться. Научись... Научись... В квартире поставить небольшой силовой комплекс. Потягал что-то чуть-чуть, буквально 15 минут, и все, и легко стало, расслабило. Хорошо тоже ванна помогает для расслабления. Не душ, а именно ванна. Посидеть в ванне просто. Мужчинам хорошо после расслабиться тоже, снять напряжение. Или просто прогуляться на свежем воздухе. Вот так вот. Такое мышление.